Здравствуй, Сергей. Да, привет. Всё, отлично слышно, да? Да, да, хорошо. Видно, всё нормально. Как твоё здоровье? Ничего, слава богу, всё хорошо. Когда переносили бой с Адамсом, то во всех средствах массовой информации, вот, по крайней мере, то, что я читал, там мне было написано, что ты болел короной. Там было просто написано «из-за болезни Сергея Богачука». Ты всё-таки переболел коронавирусом? Да, я переболел коронавирусом. Я, в принципе, перенёс легко коронавирус. То есть сейчас чувствую себя нормально. После коронавируса отдохнул, сейчас уже готов к бою. Всё классно. Понятно. А вообще, Сергей, вообще для боксёра могут быть, да, какие-то необратимые последствия от коронавируса? То есть коронавирус может повлиять таким образом на лёгкие, что может и придётся карьеру завершать? Или ты не интересовался этим? Ну, я не знаю. Это больше вопрос к врачам. Я на себе, слава богу, я на себя не почувствовал. То есть я нормально перенёс. То есть в лёгкой форме у меня только раз поднялась температура. Ну и как я вообще почувствовал, что я заболел? Я вот с утра просыпался. И вот такое чувство, ну, это чувство, у меня такого чувства не было. С утра просыпаешься, у тебя всё болит, как я побили. То есть ломота такая в теле и болит всё очень сильно. Спина, руки, голова. У меня первый день голова очень сильно болела. Болит всё. А температура сколько была? Температура небольшая. У меня один день поднялась температура, была 38,5 или что. Небольшая тоже. Маленькая температура раз поднялась и всё. И как я понял, что, скорее всего, корона, что я потерял вкус и запах. То есть я понял, что это коронавирус. А вообще периодически вы тестируетесь? Ну, ты тестируешься, допустим, когда ты дома находишься? Конечно. Ну, дома, смотри, я когда домой лечу, я 100% должен тестироваться, потому что у меня... Я этот раз, когда я домой летел, когда я переболел коронавирусом уже, когда я домой летел, у меня на регистрации в аэропорту, первый же вопрос, у меня даже документы ещё не взяли, первый же вопрос, тест на корону есть? Я показал тест, посмотрел тест, что я уже негатив, и тогда уже начали меня оформлять. И также я летел обратно, я тоже делал тест. И также здесь сейчас, до боя ещё сколько у нас? Ну, две недели, грубо говоря, скажем, до боя. Я уже один тест, один тест я сдал. У меня результат был пару дней назад, что я негатив. И плюс сейчас ещё на бой мы будем лететь по прилёту. А, перед боем я когда буду вылетать, я думаю, мне ещё надо сдать, потому что у меня в аэропорту будут, могут проверять тоже тест. Потом мы прилетим, нас тоже сразу мы сдаём тест на коронавирус. И там ещё, наверное, я перед боем ещё раз тест. То есть, ну, постоянно проверяют. Жёсткий. Понятно. Хорошо, хорошо, интересно, конечно. У вас очень плотно этим делом занимаются. Давай мы начнём... Плюс, плюс, да, я тебе договорю тоже, это такой интересный такой момент. У меня сейчас бой будет в Порту Рико. Мы туда прилетаем, нас всех закрывают, то есть, и никуда нельзя выходить. Нас всех закрывают, проверяют на коронавирус, нас не выпускают с комнат, то есть, нас проверяют на коронавирус, нас не выпускают с комнат, пока не придёт результат. Когда приходит результат, мы можем контактировать только между собой. Мы ни с кем посторонним и контактировать до боя не можем. То есть, такой шар, получается, нас закрывает всех. И то есть, мы не можем ни с кем контактировать, ничего пока вот, не отбоксируем. Ну, бой будет без зрителей тоже, да? Я думаю, что да. Окей, так, давай мы переходим сразу... Давай к общей информации. Я думаю, что не все в курсе у нас подписчики из разных регионов, из разных стран, поэтому ты считаешься ещё проспектом, пока ещё, да, и не все, возможно, знают общую информацию о тебе. Я промоутер Том Лефлёр и промоутерская компания 360 Promotion. У тебя соупромоутеров сейчас никаких нет? Есть соупромоушен, у меня с Уралбоксин промоушен. Уралбокс соупромоушен. То есть, изначально, как ты подписал с 360, у тебя был соупромоутер Уралбокс промоушен, да? Да, изначально я подписывал с ними всё вместе. Я понял. Как зовут менеджера твоего? Леонид Крылинский. Ну, он здесь уже американец, но до этого он жил в Украине, он сам с Украины, с Днепропетровска, или с Харькова, он там жил. Но сейчас он длительное время в Америке, то есть он американец уже. Ну, и тренер Мэнни Роблес. Ты с ним, получается, это второй бой, да, ты с ним сотрудничаешь, с Мэнни? Да, но я же не сотрудничаю год, но так как эта ситуация с короной, что тяжёлая была, я провёл только один бой, и вот сейчас второй. Только как я до этого проводил по 5-6 боёв в год, то как началась эта корона, сейчас вообще непонятно, я говорю, только два боя провёл. Второй вот будет, второй не провёл, потому что заболел этой же короной. Ну да, ну а представь, если бы ты был в любителях, да, и сейчас Олимпиаду ждать. То есть ребята некоторые до сих пор вот они ждут, и Хижняк, насколько я знаю, да, он же тоже намеревался на Олимпиаду ехать, всё, выступать, и, ну, всё ж наломалось, получается, пока ещё, да? Всем, она всем и везде, эта корона всем и везде всё поломала. Это не только в спорте, не только в боксе, это во всём, это в бизнесах, вообще корона это всё всем наломала, так поменяла планы людям, что просто капец. Хорошо, Сергей, давай мы начнём издали, начнём с твоей любительской карьеры. Как ты вообще пришёл в бокс, что тебя побудило? Так, коротко, в двух словах, и мы будем дальше двигаться. С самого детства я мечтал заниматься каким-то видом спорта, просто чтобы уметь постоять за себя. Я вырос в таком районе, что мы постоянно там дрались на улицах, постоянно были какие-то конфликты, и вот у меня первая цель была, это чтобы просто уметь постоять за себя. Но, как бы, какой возможности не было, на тот момент были то платные секции, то где-то не было возможности ходить, знаешь. А я в один момент в школу просто пришёл тренер, тренер тоже начинал, он же ещё не работает, он так начал, поработал чуть и закончил. Он только начинал, и он набирал группу. Я пришёл, начал рассказывать, набираю группу на бокс, туда-сюда, и, ну, меня заинтересовало, потому что он сказал бесплатно. О, бесплатно, давай, давай. Я сразу же в тот же день вечером ещё там два одноклассника было, взял их, нашли тот зал, пришли, договорились, и вот так я начал. Начал тренироваться, потом поменял одного тренера, второго, так поменял зал. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть, потом в конце концов я уже нашёл то, что мне нужно. Я начал тренироваться у Николая Маньковского, это в Венеции. Это какой год был? Где-то 2009, когда уже серьёзно я начал заниматься, это где-то 2009-2010. А вообще где-то 2007-2008 я уже так начал в бокс, то есть ходить по чуть-чуть, по чуть-чуть, но когда уже серьёзно я начал заниматься с Маньковским, там такой тренер серьёзный, там такая серьёзная дисциплина уже, и тогда у меня пошли результаты. Я год у него потренировался, я уже хороший результат показал на чемпионате Украины по юниорам, потом через год или через полтора я выиграл чемпионат Украины среди молодёжи, и тогда уже попёрло. И то есть уже началось. И какие у тебя ещё были достижения в любительском боксе? Вот, кроме того, что ты сказал. В любительском, чемпион Украины среди молодёжи, потом двукратный чемпион Украины до 22-х лет, потом второй на чемпионате Украины среди взрослых. По WBC я хорошие бои показывал, ну, по WSB у нас было. Ну, да-да-да, ну, это я знаю, да. Я хорошие бои показывал, и уже после боя с Саталонго, когда я выиграл олимпийского чемпиона по WSB, вот тогда меня уже заметили, и тогда уже я стал так на слуху. Да, Саталонго, который, кстати, на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году сделал Беринчика. Да, получается, там они в финале схлестнулись с ним, и, к сожалению, Денис уступил, да. И я хотел спросить тебя по поводу техники твоей. Вот с виду на тебя посмотришь, ты постоянно идёшь вперёд, да. У тебя такая техника, ты осуществляешь давление. Многие называют твою технику, ну, какую-то мексиканскую, да, больше похоже на мексиканскую. Знаешь, давай будем откровенны, грубо говоря, на мою технику посмотреть, много людей вот такие, ну, что честно говорил мне. Вот говорили, вот я приходил на первые бои смотрел, когда я тебя первые разы видел, ну, какое-то непонятное выскочило, как наконец скачет, ну, какая там такая техника кривая, непонятная, и выигрывает, и действительно хороших пацанов выигрывает. Я такие бои закатывал, я такие, ну, бои давал хорошим пацанам ещё, когда молодой был, и никто не мог понять, что в нём такого, что он вот так, так, так может боксировать с хорошими пацанами и выигрывать хороших пацанов. Вот вроде ничего такого нет, он такой кривой, неудобный, косой, и вот выходит и выигрывает. Да. Я очень неудобный как боксёр, у меня такой стиль, вот я сейчас давал много интервью, у меня сейчас было для интервью здесь, у меня все спрашивают, ну, под кого, какой боксёр тебе нравится, какое, что, вот как, я объясняю, мне, ну, нет, чтобы я под кого-то косил. У меня мой стиль, стиль Сергея Богачука, то есть я делаю свою работу, я вот делаю то, что я делаю. Так в том-то и вопрос, я хотел же продолжить. Так откуда он сформировался вообще, этот стиль? У нас же обычно всегда это советская школа, челнок там, да, там раз-раз-два, вот эта вот вся работа на оттяжке, тем более ты высокий, и тут как бы, допустим, представляешь себе работу с тренером, да, он тебе говорит, так, ты высокий, ты сто процентов должен держать на джебе, правый, прямой, вот эти вот эти моменты. Как ты умудрился вот оставить у себя вот эту вот технику, или как она вообще сформировалась? Твой тренер не говорил тебе, не, Серёга, надо работать на дистанции, у тебя рост, только прямые удары, вот подобного образа. Мне вот повезло с тренером, когда я попал к Маньковскому, Николай, то есть он не старался меня менять, меня ломать. Он наоборот, он видел, что я вот такой пру все время вот на физике, вот на это, он старался стать не больше физики. Да, он где-то старался подкорректировать, чтобы ручки не опускал, чтобы ручки повыше, чтобы где-то челнечок, и это, но он никогда не пытался ломать то, что у меня есть. Он говорит, то, что у тебя есть, а ты уже не отберешь это, пусть будет, мы тебе еще дополним там то, 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 то. Вот, и это, ну, вот, наверное, благодаря, большое спасибо тренеру, что он не ломал во мне это, что он не старался меня переломать и сделать технарем, вот, чтобы я на технику боксировал. Он видел, какой я есть, он давал мне больше того, что мне нужно. То есть да, кривой, да, косой, но и когда я шел, у меня получалось, когда я шел и ломал боксеров, он старался дать мне больше физики, дать мне больше того, развивать то, что у меня есть. То есть и так и мне развивали. Вот у меня где-то были вот эти качества, мне их больше развивали, и так оно шло-шло, и вот результат. Ну, ты знаешь, это больше как американская тема. Обычно говорят в Америке так, пацаны приходят там, что-то стучат по мешку, ими никто не занимается. Потом у них появляется тренер, и тренер уже видит, а все, как бы я с ним работаю, у них уже свой стиль определенный где-то сформировался. У тебя, походу, такая похожая ситуация в этом плане была. Мне повезло с тренером, что меня просто не ломали, а наоборот разбивали то, что во мне есть. Я за счет того выигрывал, за счет своей неудобности, за счет своей корявости я за этого выигрывал, и этого мне разбивали, и вот результат, как видите. Да, да. В СБ ты, конечно, славишься этим поединком с кубинцем, и все его вспоминают, Глесиас, да, за Тулонго. Скажи, пожалуйста, а ты говорил, что после этого ты поехал на Сматрин к Санчесу, потом уже, а вот до этого у тебя не было, или во время этого не было каких-то других предложений? Только после того, как ты победил с Тулонго, у тебя появилось первое предложение, или как это было? Нет, были у меня тоже, были, там такие плавающие моменты были, то есть там через Львовский их там пробовали, они тоже мне предложили что-то, но там конкретно ничего не было. Потом, ну, были там такие предложения, но серьезного такого ничего не было, а здесь именно конкретно было уже после этого боя. Кстати, в этом мне очень сильно помог этот президент Федерации бокса Венинской области, Олег Юрьевич Олексан. Это он мне очень сильно в этом помог, то есть там у него края на это, на это все выходы были. И он мне в этом сильно помогал, он вплоть до того, что он даже меня сюда привез, он со мной приехал в Америку, меня сюда привез и уже здесь оставил, и я начал тренироваться с Санчесом, и уже Санчес дал добро, и тогда мы уже подписали контракт. Да, хотел спросить... А тогда на тот момент, я вернусь, вернусь еще, я тебе расскажу, а тогда на тот момент, когда я вернул еще с Талонго, там же были еще перед Олимпиадой лицензионные турниры. Я еще хотел отобраться на Олимпиаду. То есть я тогда хотел попробовать, если на Олимпиаду отберусь, еще останусь. Если на Олимпиаду я пролечу, то есть перехожу с райопрофессионалом. Вот так мы обговорили, и это все решили. И получилось так, что я на Олимпиаду не отобрался, я проиграл бой тогда, и сразу же уже начали думать за профессионал, и приехали сюда, начали работать с Санчесом, и так пошло-поехало. Когда вы подписали контракт, ты уже на то время провел 4 профессиональных боя, если я не ошибаюсь, да? То есть не сразу с тобой подписали? Нет, 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 не 4. Ну, когда он уже вступил в силу, то да, тогда где-то я уже пару боев привел, не помню сколько, но где-то, по-моему, да, я уже пару боев привел. Но вообще был договор такой, что вот я работаю с Санчесом, если от Санчеса дать добро, все нормально, проведу бой, бой выиграю, и все хорошо, тогда подпишем. И тогда я бой выиграл, но оно просто так затянулось. Оно должно было сразу подписаться, но так затянулось, и да, подписалось оно уже позже, где-то через пару боев подписали контракт. Ну, оно было все на словах, но не было конкретно вот на бумаге. На бумаге оно уже где-то, да, после 4 боев где-то. А ты когда поехал туда, ты в какой город поехал? Потому что я помню, ты рассказывал, ты где-то в горах это находилось, да? Даже рассказывал, да, это Big Bear был. Big Bear, да. Это Big Bear, это тренировочный лагерь Абеля Санчеса. Я говорю, это тоже такая история, сейчас в двух словах расскажу. Ну, я приехал, я же не знал, что, как, да, рассказывали там на лагерь, Влад Бульсанчеслав, да, ну, у меня база и база, ну, мало ли, там какой-то отель, может, база, не знаю. Приехал, у меня встретила там девчонка, а я приехал с президентом Федерации Винской области. И он остается в Лос-Анджелесе, а меня девчонка одна забирает, а мы приехали уже вечер, темно. И везет, 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 везет. Я смотрю, какие-то горы завозит, везет, какими-то горами. Ё-моё, да она мне везет. Я говорю, что так везла на мне часа 2, может, 3. Уже ночь, привозит меня на базу. Вообще в горы завезла, я думаю, в ужасе, куда я попал. Приезжаю туда, захожу, а там повезло, что были русскоязычные пацаны. Там был Денис Шафиков на тот момент и Костя Пономарев. Повезло, что они там были, я пришел, они мне сразу все объяснили, показали. Тренера не было тогда, на бой куда-то уехал, или он дома был, я не помню. Они мне объяснили, все, показали, все, короче, и так уже почти втянулся. Но там еще какой-то прикол был, там вот дом построен, там Станчев, он же дома строит, он конкретно так построил, классно сделал. Там первый этаж идёт под спортзал, всё. Спортзал, сауна, второй этаж кухни и пару комнат, и третий этаж под комнатой. То есть ты и живешь в одном доме, и тренеру, ты можешь вообще не выходить, только вот утром на пробежку. У меня было такое, там, неделями мог сидеть, только утром на пробежку выходить. А так всё в одном доме. То есть партнеры приезжают, ты только спустился, спарринговал, поднялся, покушал, поспал и обратно. То есть ты из дома можешь вообще не выходить. То есть очень удобно сделано. И сауны, и тренажеры. То есть классно. А ты еще говорил, что там, ты еще говорил, по-моему, верхний этаж, там были просто перегородки, там даже не комнаты были, там те, которые... Это да, да, да. Да, да. Это да, это для меня тоже был шок. Это только после меня объяснили мне. Они уже там долго, там они по пару лет были. Им же там дали свои комнаты на втором этаже. А мне как только приехал, я еще непонятно буду, не буду, как там. Я вот наверх поднимаюсь, а там вот так стоят... Ну, идут кровати стоят, перегородки в сокартоне. И такие шторками эти кровати за этот, за этот. И я вот поднимаюсь, и такой в ужасе. Смотрю, здесь мексиканец спит, храпит. Кстати, это анди-руиз был. На тот момент анди-руиз тренировался. Да. Я смотрю, анди-руиз лежит, храпит. Прохожу дальше, смотрю, там еще один парнишка с темнокожей тоже лежит, короче, смотрит на меня. Я в ужасе, я не понял. Я говорю, мне очень повезло, что были руссказочные пацаны, потому что я приехал, и английский вообще не знал. Он у меня в школе был, но я был плохой ученик, я не учил его. Я вообще не понимал. Я разговаривать не могу. Повезло, что пацаны были, они помогли туда-сюда. А я вообще поднялся, я в ужасе. Здесь какие-то пацаны, здесь какие-то кровати непонятно. Даже своей комнаты нету. Я думаю, е-мое, вообще вещи можно оставлять, нельзя здесь. Я в ужасе был. А потом так по чуть-чуть, по чуть-чуть втянулся. Английский вообще не знал. На второй день я спускаюсь в зал, там тренера приехали на спарринги, и ко мне хай-ха-ва-ю. А я вообще не понимаю, что он хочет. Я зову пацана, говорю, что он хочет с меня. То есть вообще английского у меня не было, никакого. А потом так по чуть-чуть, по чуть-чуть. И уже нормально, в принципе. По поводу работы с Санчесом, хотя бы у тебя спросить. Подписчиков очень много этот вопрос интересует. Меня тоже интересует, конечно же. Ну смотри, у нас бытует мнение, да, сложилось уже. Ну, в интернет-сообществе боксерском все об этом говорят, что у Санчеса бронелоба и боксеры, ну, грубо говоря, да, он таких, в принципе, набирает, которые прут вперед, он им дает витамины, и они идут, пропускают удары, и они найдут, идут, идут вперед. Насчет витаминов, неправда. Неправда. Насчет витаминов, в Санчеса стоит такая логика, ты молодой, ты не устаешь, тебе не нужны витамины. Ты витамины можешь брать с фруктов, ты можешь витамины брать. Максимум, что он это может дать, это витамин С, он нам давал на базе, и протеин. Все, это у него два разных витамина. И, ну, насчет витаминов, у него вообще логика такая, что ты молодой, ты не можешь встать, тебе не нужны витамины. Ты витамины можешь взять с фруктов, с овощей, с мяса. Тебе этого хватит. То есть, с витамином нет такой темы. Да, но вот и вот такое мнение, что берут боксеров таких, которые идут на пролом. Ты что по поводу этого можешь сказать? Действительно так. Есть что-то в этом? Я понял вопрос. Но вообще, как тренер, он очень хороший, он очень дисциплинированный. У него вот что, что, но в первую очередь у него есть дисциплина. Он никого не жалеет. У него там есть 7 утра, это с понедельника по субботу, это должен с 7 утра ты быть внизу на тренировке, на бег, бег 100%. Днем ты должен быть или на спарнинге, или на физике, это 100%. Раз не пришел, второй раз не пришел, неважно кто ты, чемпион, не чемпион. Я видел, как он чемпиона выгонял с базы. То есть, собрал вещи и уехал. То есть, он этого, но у него дисциплина железная. Это должен, ну, на тренировках быть как штык, то есть, вовремя все должно быть четко. За счет дисциплины, это у него большой вот плюс. Потом, как стратег, он очень хороший. Он много видел мексиканского бокса. Он может посоветовать, он мне много такого посоветовал, что я вот не знал. Есть такие удары, что они вот незапрещенные. Но про них мало кто знает. То есть, интересный, интересный момент. Например, за локти бить. Я когда по любителям боксировал, я тебе наведу один пример. Я когда по любителям боксировал, за локоть бить, это уже считалось, что судья мог остановить и дать, как бы, предупреждение. Ну да, тебе по почкам уже бьешь. Да, да. У нас стояло, что надо бить между локтей только. А почему? А если вот разобраться, то за локоть, когда ты бьешь, вот тут локоть стоит, ты можешь за локоть, ты бьешь, получается, в боковую часть. Ты же не по спине бьешь. Ну да, да, да. Да, и на профессионалах на это судья внимания не обращает. Ты же не по спине бьешь, если разобраться, он бьет в боковую часть. И много боксеров, кто держит узко локти, можно бить за локти, короче. Ну, такие моменты. Ну, еще там были, я уже не буду рассказывать, но там есть такие интересные моменты. То есть он как стратег, интересный, он хороший, он рассказывал интересные такие вещи и в бою. Но еще что в нем, знаешь, с ним, сейчас я работаю с Майни Роблисом, с ним можно разговаривать. А с Санчесом, он, то есть, такой именно диктатор. Или как он скажет, или никак. Вот так, так, так. И ты не можешь свое мнение говорить, ты не можешь сказать, мне лучше так. Он скажет, тебе лучше так, где работаешь с другим тренером. Иди ищи другого, кто тебя будет слушать. То есть у него либо так, как он сказал, либо никак. Ну да, а с Роблисом у тебя получается уже Сибиос. А с Роблисом я уже могу там говорить. Я сейчас с ним смотрю, вот, ты вот с партнером, он говорит, так, 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 так. Я говорю, ну можно поменять этого сюда, этого сюда. Там с этим начать, с этим там пять раундов, с этим мне лучше три, там с этим до. Он так, да, 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 прикинул. Ну давай там, можно это, ну, это говорит, да, давай так, так, так. А Санчеса такого нету. У него, вот, что вот мне единственное, что мне не нравилось, что вот он сказал, он так решил, он все. Но все равно, ты как-то чувствуешь, как-то это, ну, то есть, вот это единственное такое, что мне не нравилось. А так, как человек, он сам вообще человек очень хороший. Он хороший, он честный, то есть очень честный. Он нигде никого не кинет, то есть он старается, чтобы было все по-правильному. Очень пунктуальный, причем минута в минуту. У нас была ситуация, я сейчас еще расскажу эту ситуацию, то есть и все. И уже начнем какую-то другую тему. Была ситуация, мы должны были ехать, еще Гена Галокин тренировался на Биг Берри. И мы должны были ехать к нему на открытую тренировку. И там я, там еще два пацана должны были ехать, и он сказал, в два часа там, или сколько, ну, там, в два часа образно выезжаем. Все, в два часа выезжаем, я выбежал первый, сажусь в машину. И они уже спускались. Он так смотрит, два часа. И ели. Ну, реально, они где-то полминуты, там, минуты не успели. И уезжает. Мы отезжаем, они звонят, они ему звонят, он говорит, я сказал, в два, значит, в два, все. И мы уехали, мы уехали с Лос-Анджелеса без них. То есть, ну, вот настолько он тунтуальный, настолько он дисциплинирован, очень дисциплинированный. То есть, я ему очень благодарен, как тренер, ему очень благодарен. Он много мне чего дал, вот, так сказать, опыта, боксерского опыта он много мне дал. Много дал боксерского опыта, много дал боксерских знаний. То есть, как тренер, ему очень благодарен. Он интересный тренер, но просто он не всем подходит. Ну да, кстати, я об этом тоже хотел сказать, Серега, смотри, они тебя случайно не отобрали по этой же причине, что ты именно подходишь стилистически, потому что ты постоянно как бы идешь вперед, давишь, они такие, о, Санечу сколько раз подойдет. Как думаешь, не было такого? Нет, такого не было, там, я, ну, просто как оно все было, там было, что, я же говорю, как, у меня же все промоушен, Уралбоксинг промоушен и 360, а на то время Уралбоксинг промоушен работал с Абелем Санчесом, у него были такие боксеры, как Денис Шафиков, Костя Пономарев, Мурат Гасиев, и они работали тогда с Санчесом, они уже у него тренировались, и так как они работали с Санчесом, меня тоже туда к нему закинули. То есть, и так получилось, то есть, не за это только вышло. Ну, то есть, Санчес тебя особо не ломал, ничего не менял в тебе, да, он чуть-чуть добавлял тебе новые фишки, о которых ты сказал, да, но, в принципе, ты остался все тем же богачуком, который был по стилю. Мне то, что он давал, мне подходило. Он давал очень хорошую физику, он давал много бега, бегать я люблю, я, ну, то есть, это, можно сказать, один из моих, как бы, коньков таких, то есть, я бегать очень любил с самого детства, он давал очень много бега, он давал хорошей физики много, он давал мне много спаррингов, хороших спарринг-партнеров, то есть, он только дал мне то, что мне надо было. Да, смотри, вот, говорили о сотрудничестве с Головкиным, да, Санчес и Головкиным, и Головкин сам говорил о том, что Санчес, ну, то есть, Санчес, по сути, был в каком-то плане виноват в том, что Головкин убил себе боксера, да, оставил только вот этот вот панчерский такой стиль, Мексикан стал, как он говорит, он говорит, а я-то умею боксировать, ну, то есть, он это перед Роллсом говорил, я сейчас вам покажу, уже когда они разорвали отношения с Санчесом, как ты думаешь, в чем там, в чем там у них не срослось, почему, может, из-за того, что Санчес, он, какой именно тоталитаризм проповедовал, как ты думаешь, сколько лет они, в принципе, проработали, это ж не один день, правильно, не один год. Ну, у них там свои какие-то вопросы, я в это не вникал, я не знаю, это надо в них спрашивать, может, стиль, может, не стиль, может, какие-то там свои, ну, это я в это не вникал, это их, это в них надо спрашивать. Да, хорошо, по поводу защиты тогда, я вот смотрел твое интервью, разное, и ты в разных интервью по-разному немножко говорил, по поводу того, что ты начал работать больше над защитой, В одном интервью ты говорил, что Санчес тебе не говорил просто идти на пролоб, вроде как Санчес там немножко над защитой тебя работал, в других интервью ты говорил, я сам к этому пришел, я сам начал думать о том, и мне советовали, надо меньше пропускать в голову, время идет, как бы, да. Да, 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 но что там прям, самый к этому пришел, не, Санчес давал мне этот, Санчес давал мне на защиту тоже много, это, много упражнений, много, как бы, говорил мне над этим, ставил мне, как бы, над этим, ставил мне, короче, задачи много, Да, то есть он над этим работал. Да, и с меня я еще больше работаю на защиту. Нет, тренера на это ставили у клонда Санчеса. Ну, а тебе сейчас сложно перестроиться, чтобы больше на защиту? Ну, как бы акцент определенный сделать на этом? Поначалу было сложно. Поначалу было сложно, потому что, знаешь, я привык все время идти, давить, бить. А когда ты начинаешь работать на защиту, ты чуть-чуть это убавляешь. Ты уже не можешь столько сыпать ударов, столько идти бить, потому что ты защищаешься, ты теряешь время на защиту. И сначала было сложно, а потом почти так переломался, и уже сейчас больше на защиту работаю, и уже в этом будет видно. Ну, понятно, ты, допустим, чистым игровиком уже не станешь в любом случае, но ты все-таки хочешь оставить себе этот стиль, в котором присутствует постоянное давление на соперника, правильно? Мой стиль, это да, он будет, он всегда будет, но просто мы сейчас с Мяней много разговариваем, он говорит, smart pressure, то есть ты должен умно прессинговать. Умный прессинг, да. Да, да, то есть умно прессинговать, то есть не поставлять голову. Он говорит, это никому не надо нанести 10, пропустить 8, это, ну, это плохая. Да, это чем меньше ты ударов сейчас пропустишь, тем больше будет твоя буксерская карьера продлиться. То есть так вот. Хорошо, Сергей, скажи, пожалуйста, ты приезжал к Санчесу на сматрин, так сказать, да? Вот ты там спринговал, тебя смотрели, вот, были поединки. Скажи, пожалуйста, а что там больше ценится вот при вот этих вот сматринах? Больше техника или больше твой характер, да, то, что ты, как бы, не сдаешься, давишь, да, то, что ты можешь, опять же, прессинг показать, вот эти вот моменты. Что там больше? Именно техника или что-то? Все тянется по чуть-чуть, знаешь, но вот в основном, вот именно даже не техника, а вот твое трудолюбие. Вот в основном тренера любят тех, кто работает и не рассказывает, что я там что-то болит, что я там не могу, то есть этого никто не любит. Все вот, ну, любят таких боксеров, вот взять, вот, возьми вот любого тренера, он лучше возьмет боксера, который будет работать, он знает, что у него будет толк, чем взять одаренного, а он не хочет работать, ну, то есть с него никакого прогресса не будет. Да, он одаренный, он хороший, но он стоит на месте. А хотят работать с теми боксерами, которые работают, которые вот вперся и вот все время вот грызет, грызет, грызет и все время вот выгрызает вот это свое, то, что ему надо. Скажи, пожалуйста Скажи, пожалуйста Ты когда с любителей пришел профи Начал тренироваться у Санчеса Что сложного было? Как перестроиться? Тренировки же поменялись, по-другому тренировался В чем такое? Или каких-то отличий кардинальных не было? Как ты можешь это все описать? Тебе физически было сложно? Или перестроиться на что-то? Если честно, мне было втянуться не тяжело Потому что он мне подходил под мой стиль Он давал то, что я делал всю жизнь Он давал хорошую физику Это то, что я люблю Это то, что я делал За счет чего я вывозил Хорошие тяжелые бои За счет своей физики Он давал хорошую физику Самое тяжелое, что для меня было Это язык Он объяснял, я не понимал Это самое тяжелое, что для меня было Это языковой барьер А все остальное Ничем меня не удивили Делали всю работу Что и всегда физика Может быть какие-то там упражнения были Чуть Такие, которые я раньше не делал Например, колесико Например, пресс Пресс с колесиком делать Для меня это было Первое время тяжело Потому что я этого не делал раньше Мне было неудобно Тяжело Я там первое время мог падать А потом втянулся уже нормально А так Чтобы там очень сильно Мне что-то было Тяжело-то нет Ну у тебя был там Получается Отдельный тренер по ОФП Правильно? Нет Вот непосредственно Не было? Нет У Санчеса нет Санчес работает только один И ОФП дает И это сейчас у меня Да Отдельно по ОФП Отдельно по боксу Даже два тренера по боксу То есть А тогда нет Он сам работает То есть Он один работает А нынешнего твоего Нынешнего твоего тренера по ОФП Как зовут? Матиас Матиас И как тебе работа с ним? Что он тебе сейчас дает? Эта работа отличается от той работы Которую давал Санчес? Да Отличается Потому что у Санчеса была Вот Более такая монотонная работа А этот такой Он молодой И Интересный такой Он все время что-то читает Ищет Какие-то новые упражнения дает И он старается давать упражнения Специально для бокса Специально под бокс То есть С резиной С маленьким весом То есть Ты делаешь даже упражнения С весом Ты делаешь его Специально под удары То есть Там снизу Сбоку То есть Он дает такие Специально для бокса И я чувствую Что они Для меня Как Идут на пользу Кроссфит Тоже есть Можно сказать Он даже не то Что кроссфит Он такие упражнения Дает Он как кроссфит Он интересный Очень интересный Он все время меняет Что еще с ним интересно Что он все время меняет Он не дает одно и то же Он все время меняет Он все время Новые и такие Что чувствуются Упражнения Классные А Санчес Вообще с тобой Мне кстати Кто-то из подписчиков Задал вопрос Это я уже Вспоминаю так По поводу железа Санчес Железо тебе давал Вообще Как ты работал Со штангой С какими весами Примерно Можешь это все Рисовать Сильно железом Не закачивает С гантельками Да Упражнения На руки С гантелями Там разные Да А железом Тяжелым железом Не закачивал Чисто многоповторка В динамическом режиме Таком Ну и все Да Вот именно Да Со своим весом В основном Работа Ты рассказывал Я в одной Из твоих интервью Смотрел Когда ты начал Заниматься Уже непосредственно В Америке Ты схлестнулся Получается Там с разными школами Правильно Там американская школа Мексиканская школа Скажи пожалуйста С кем Сложнее Работать Это уже такой Стандартный вопрос Я в интервью задаю С какой школой Тебе сложнее Работать вообще Американцы Мексиканцы Может быть наши Хотя ты К ним привык уже Ну это знаешь Школы Ну школы есть разные Но в основном Наверное С мексами С мексами Это даже не от школы Зависит А от ихнего Менталитета От ихнего Вот знаешь Как здесь говорят У них есть Большие яйца Если оно Это Говорится За то что у них Есть характер Они вот такие Знаешь Клятые То есть Он Цепится И вот До последнего Вот у меня Бывал У меня вот Сбой Последний Сдавилой был Я его бью Я чувствую Что я попадаю У меня Ну я вот Нокаутировал Боксера Боксера Этими ударами Я чувствую Что я попадаю Смотрю Он плывет Но он все равно Лезет И вот И хочет Тебя еще ударить Вот этот Такой Мексиканский стиль Вот они все такие То есть Они уже могут Бить Почти без сознания Но он все равно Лезет И он хочет Тебя ударить Вот наверное И с ними И ты с ними Можешь рубиться До последнего То есть Они такие на характер Если американцы Где-то еще Темнокожие Их Там Удар два Попадешь И они начинают Ломаться Начинают Где-то Идти назад Начинают Гнуться То С мексиканцами Такого нет Они вот до последнего Поколение в крови И не шагу назад Наверное Я с ними Самое такое Ну и соответственно Мексиканский Мексиканская школа Она получается Самая грязная Потому что Я вот слышал Вернее Слушал твои интервью Ты говорил там Что они по рукам бьют В принципе Там нормально Забить руки У них такие есть моменты У нас это как бы По плечам Да 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 Где-то ниже пояса Могут дать Но я знаю Секреты Которые Они потом Перестают бить То есть Знаю Что надо делать Чтобы не переставали Бить И нормально То есть Нежеланно Пояс Не билят А так по рукам Поэтому То есть нормально Ты у Санчеса Приехал еще молодой пацан Идет вперед Он очень грамотный боксер Он очень грамотный боксер Ты еще говорил У тебя приходилось Спарринговать С Мозли Насколько я помню Да Правильно я понял Мозли С сыном С сыном С младшим Что можешь по поводу Него сказать Он слабый Слабый Да Сын как есть Он слабый Тем более Для его веса Он слабый Кстати Тот же Брэддэн Адам С которым Адам с ним выигрывал Да Вот И Он слабый Он не такой Как был батя Папа его Это был конкретный боксер А Он слабый Он слабый Ты имеешь ввиду Физически Или по характеру Или как Больше Это больше Физически По характеру Это то что Он более А он американец У него более Американский стиль То есть Мне кажется Он в боксе Из-за того что Папа был на уровне Он из-за того В боксе Ну да Да Еще такой вопрос Кстати Никита задавал Насколько я помню Точно По поводу спаррингов С Брайаном Кастанию Которому сейчас Уже там Раскушивает Поединок Шарла Что ты можешь По поводу него Сказать Сложно было Кто выходил Победителем Возможно Для этих спаррингов Как ты чувствовал Сам по себе Я не могу Судить Кто там выходил Победителем Но вообще С ним Да Такой сложный Пацан Он все время Удар не очень Тяжелый Удар такой Выше среднего Но он все время Лезет Он все время Цепит удары Он все время Лезет Цепит 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 То что у него Тяжелого Я вот разговаривал Там пацанам Ему проиграл Был Мишель Сора Я вот разговаривал С Мишелем Еще давно Там на Бигбаре Тренировались Говорю Что вот в нем Такого Он все время Лезет И сыпет Много ударов То есть Из этого А сейчас Уже я с ним Начал спарринговать Да Что с ним Неудобного Что он Идет И все время Сыпет много ударов Он маленький рост Он залазит под тебя И все время Сыпет много ударов Вообще Такой интересный Боксер Как человек Я его хорошо Очень знаю Мы сейчас В одном зале С ним тренируемся Как человек Он нормальный У него папа Тренер У него папа Тоже нормальный Такой мужик То есть Я сейчас Хорошо с ним общаюсь Как человек Нормальный Как боксер Интересный И спарринги С ним проводить Тоже интересно Ну то есть Нормальный С кем из наших Допустим Из СНГ Такими более-менее Там может известными С кем ты еще спарринговал Можешь поделиться Здесь Да Здесь уже Даже не помню Ну С Сванер В предыдущем спарринговал Это давно Было Уже еще На Биг Берри Еще Может года Полтора-два Назад Это давненько Уже было Потом С кем еще Уже не помню Не Вроде больше Так ни с кем Ну Ваня тоже Мексикан Стайл С Ваней как Тяжело было Конкурировать В этом плане Ну Помню Когда Тогда еще Давненько Было Но Что запомнил Что он такой Неудобный Маленький Неудобный Защищается Где-то головой Лезет Такой Но он неудобный Тоже Интересно Было По спарринговать Но он Для меня Неудобный Тяжело Туда было По нему Попасть Ну В плане Допустим Вот своей же Мощи Серега Смотри Ты когда Приехал Ты еще Был молодой 20 лет Грубо говоря И вот Ты сейчас Чувствуешь Сам по себе Ты стал Сильнее Плотнее Ты бьешь Сильнее Вообще Такие тренировки Сколько Сколько времени Или ты Не можешь Это вообще Наверное Я Что я чувствую Что я стал Более Уверенней Я стал Более Опытней Опытней В профессиональном Боксе То есть А как удар Наверное Сильнее Все таки Тренируюсь Все таки Оттачиваюсь Все время Эти удары Наверное Сильнее Более Собранней Стал Это точно Потому что Вначале Я был такой Разбросанный Лес Сыпал много Удара В руки Опущенные Более Сейчас Более Думающий Стал Более Собранный Начал Думать Раньше Мало Я думал Раньше Просто Много Ударов Начал Думать Задумался В общем Да По поводу Тренировочного Процесса Перейдем К этому В межсезонье Ты как Тренируешься Сколько у тебя Тренировок Получается В неделю Или Допустим Даже В день Одна Тренировка В день Я так понимаю Когда ты Чисто В межсезонье Находишься Еще раз Что Знаешь В межсезонье Между Поединками Как ты Поддерживаешь Форму На протяжении Допустим Той же Недели Между Поединками У меня Постоянно Можно сказать Бои У меня Постоянно Можно сказать Бои То есть Я домой Приезжаю На месяц Или На три Недели Последний раз Я был Три недели Дома То я Особо Не тренировался Я приехал С родными Увиделся Пока Туда Пока Сюда Там Может Одну Две Тренировки Провести За все Время То есть Дома Особо Если У меня Было Больше Времени Тогда Я бы Дома Тренировался Больше А так Я все Время Тренируюсь Здесь И Когда У меня Появляется Время Дома Где-то Отдохнуть Время Пару Недель Отдыхаю Ну Хорошо Отдохнул Недельку Опять Бои То есть Я все Время Готовлюсь Ну Да У тебя Очень Плотно Ты Получается С лагера В лагерь Прыгаешь Грубо Говоря Правильно Ну Хорошо А что У тебя По лагеру Получается Две Тренировки Это 5-7 Километров Я бегаю Сегодня Я пробежал Три километра И спринты Сделал Затяжные Потом Я сейчас Отдохну Сейчас У вас сделали Интервью Час Полчаса Мне собраться И у меня Уже на 12 часов Тренировка Сейчас у меня 10 часов На 12 У меня уже Тренировка И тренировка Уже Мне где-то Тоже Сейчас я приеду Сначала с тренером Делаю физику Где-то час Полтора А потом Я с меня Не буду работать Тоже Где-то час Это Лапаем Снаряды То есть Школа бокса Бой с тенью Тоже Отрабатывает И потом Уже Приезжаю Домой Где-то Часа Четыре И уже Отдыхаю То есть Грубо говоря Весь день Весь день В тренировках Получается Да Плюс Я сейчас На дорогу Теряю Много Мне в одну Сторон В зал Ехать Где-то В лучшем Случа 40 минут А в худшем Если Пробки То Час В одну Сторон То есть Я еще Как твой Зал Называется Нокаут Нокаут Типа Честно Нокаут Здесь Нокаут У меня В Венеце Есть зал Нокаут И здесь Тоже Нокаут Ты Поднимаешься Во сколько Теренировку Вообще Первую Свою Просыпаешься Во сколько Просыпаюсь В 6 часов Утро В 6 часов Утро В 6 часов Утро В 6 часов Утро А марафоны Бели Марафоны Не Я не бегал Марафоны Я не бегал Понятно А вот у тебя Допустим Некоторые Задавали вопросы Кстати В комментариях Уже опять же Вспомнил По поводу Работы на лапах У тебя Работа на лапах Она Входит в ту же Тренировку Которая у тебя Работа просто По снарядам То есть У тебя снаряды И лапы Это все в одном Или ты Отрабатываешь на лапах Отдельно Чтобы Допустим Вот работа на мешке И у тебя отдельно идет Допустим Чтобы это все Не суммировать В одну тренировку Пытаетесь разделять Или в принципе Не важно Смотри Мы это все меняем У меня может быть В понедельник Среда В пятницу У меня спарринги После спарринга Я нахожу с ринга Я либо на снарядах Два-три раунда Либо на лапах Два-три раунда Еще до спарринга Потом вторник Четверг Такая же история Я делаю физику С тренером Потом мы делаем лапы И после лап Еще на снарядах Я могу доделать Там В основном На снарядах Доработки Но может ли Такое быть Что мы чередуем Бывает на снарядах Такое Что мы работаем Именно По 6 минут Там легкие Быстрые Сильные удары Легкие Быстрые Сильные Вот такие То есть Все время меняется Все время чередуем Нет такого Чтобы одно и то же